Добрый день! Сегодня мы находимся на площадке ГТРК Корстен, где проходит второй день 8-го Международного экономического саммита России и стран-организации исламского сотрудничества. Казань-саммит – главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. И за последние несколько лет она действительно стала центральной. Так, форум впервые прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов и реализации совместных проектов России и стран исламского мира. Ключевой темой саммита 2016 года стало обсуждение новой архитектуры мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии в странах России и в регионах России. Все это проходит в контексте международных экономических отношений и геополитической ситуации. На данном саммите Россия и Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с исламским миром и представляют свои инвестиционные возможности. Действительно, тема взаимодействия международными партнерами ввиду геополитических изменений за последние несколько лет приобретает новый характер и значение как для регионов, драйверов экономического роста России, так и страны в целом. Республика Татарстан за последние несколько лет добилась значительных успехов в области инвестиционной привлекательности и привлечения зарубежных финансов, которые так важны для России. Название форума «Россия и исламский мир» отражает назначение республики и ее роль быть центром, звеном взаимодействия российских и исламских отношений. Это обусловлено тем, что Татарстан находится на пересечении двух глобальных культур – Востока и Запада. Итогом форума должно стать подписание более 10 коммерческих инвестиционных соглашений, которые будут развивать и поднимать взаимоотношения между странами на новый уровень. Если смотреть по идее с взаимным темам, то можно понять, что волнует участников и какие проблемы существуют в области взаимодействия стран. Соответственно, главная цель участников здесь на форуме – понять, как можно эти проблемы решить и как добиться успеха в тех или иных областях. Главной темой, которая объединилась сегодня всех участников, стал «Исламские финансы». Сектор «Исламского финансирования» показывает устойчивый темп роста и прорастает на 15-20% в год. «Исламский банк» практикует более 400 финансовых институтов в мире. И объем «Исламских финансов» по 2015 году вплотную приблизился к 3 триллионам долларам США. Игнорировать такую цифру просто не представляется реальным. В этом году для участников саммита организовано несколько сессий, которые посвящены различным аспектам «Исламских финансований», которые дополняют главную тему – новую архитектуру мировой экономики, перспективы развития финансовой индустрии стран АИС и Российской Федерации. Именно под таким названием в этом форуме проходит пленарное заседание с участием главных лиц, иностранных делегаций и участников форума. Актуальность темы вполне ясна. Сегодня перед мировым сообществом стоит вопрос о новом этапе дальнейшего развития. Ускоряющий темп изменений оставляет шансы на успех только тем экономикам, которые будут успешно адаптироваться, применять новые технологические инструменты и ориентироваться в меняющихся глобальных условиях. Сейчас именно такие задачи ставят перед собой Российская Федерация и Республика Татарстан как представители Российской Федерации. Одним из ключевых направлений внешней политики за последние два года стала переориентация именно на восток, на страны исламского мира и Китай. Соответственно, страны, организации исламского сотрудничества открывают перед Россией огромные возможности как для экспорта, так и для развития партнерских проектов. В свою очередь перед исламскими странами открывается огромная площадка для развития и инвестирования в инфраструктуру. Именно это слово сегодня отвечают участники как главной сферы взаимодействия, инфраструктурные огромные проекты. Ключевыми заявлениями, сделанными во время форума, стоит отметить, во-первых, стоит сказать, что форум начался с приветствия президента Республики Татарстан и Евгения Викторовича Бушмина. Он отметил неготовность в текущий момент банковской системы и в целом экономики Российской Федерации к полному внедрению практики исламских финансов. Он сказал, что создана рабочая группа, которая будет работать над этим вопросом и уже идет полномерное развитие внедрения исламских финансов в российские рынки. Он отметил также необходимость изменения на налоговом уровне, то есть изменения налогозаконодательства, потому что в данный момент исламские финансы применяются в реальной экономике, где происходит двойное налогоблажение, как он отметил. Также он отметил, что исламские финансы привлекательны тем, что они не создают финансовых пузырей, которые присущи традиционной банковской системе, и это мы увидели в 2008 году. Именно после этого кризиса мы увидели стремительное развитие исламских финансов, так как они привлекали тем, что не подвержены кризисным явлениям. Следующим экспертом, который выступил на пленарном заседании, стал Хасиб Сиддики, эксперт исламского банка развития. Он отметил, что будет развивать долгосрочные партнерские отношения с публикой Татарстана и Российской Федерацией. Сергей Горьков, глава Внешэкономбанка, говоря о стратегии развития его подразделения, отметил, что сейчас будут идти огромные ресурсы в направлении развития исламского банкинга, поддержания экспорта в страны ОИС и развития исламских и российских отношений. Именно он сделал заявление о том, что инвестиции в инфраструктуру являются ключевым фактором роста взаимоотношений между странами. И уже сформулированы конкретные проекты, которые ближе к концу этого года начнут реализацию. Замминистр экономики Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что страна готова поделиться своим опытом, потому что исламский банк возник у них впервые с 1975 года. Именно это он отметил конкурентным преимуществом перед другими странами, которым он готов делиться. В предшествующей ключевой теме стал в прошедшем кануне третий форум институтов развития, который был посвящен обсуждению, какие сферы взаимодействия наиболее привлекательны, наиболее интересны для России и исламских стран. В ходе форума был представлен возможный план действий, представлены отрасли, в которых страны могут найти взаимные решения. Стоит отметить высказанную председателю Молодежного комитета Союза предпринимателей Египта о том, что главная точка роста взаимоотношений между Татарстаном и Исламом, и Египтом будет сфера электронной коммерции. Поддержал высказывание от странного гостя Сергей Беляков, модератор встречи, председатель управления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, который заявил, что все это может стать условием для продолжающихся процесса додаларизации экономики. Также Игорь Вдовин, участник сессии, отметил, что сейчас существуют достаточные предпосылки для внедрения исламских финансов именно в сфере среднего и малого и среднего бизнеса, которому не хватает долгих дешевых денежных средств. И среди преимуществ, которые предлагают исламские банки, он отметил, что кризиснование проявляется без залогов, нормы резервирования и каких-либо банковских мультипликаторов. Именно эти точки он отметил как мешающие для развития сектора малого и среднего бизнеса. Продолжили обсуждать тему исламских финансов сегодня на деловом завтраке с президентом Республики Татарстан, который был посвящен обсуждению именно регулятивных моментов. Присутствовали представители различных банковских структур, Центрального банка Российской Федерации, Сбербанка, как организатора этой встречи. Вопрос стоял острый, то есть как российская банковская система должна приспособиться именно на законодательном уровне. Сегодня во второй половине дня также пройдут семинары по исламскому банкингу, применение механизмов и инструментов исламских финансов в российской банковской системе, организаторным партнером которых стал Российский исламский университет. Семинары будут призваны ответить на вопросы исламских финансов, о том, как подойти правильно к политике взаимоотношений с клиентом, то есть преимущества и недостатки исламских финансов, сложности на ментальном уровне между банком и клиентом, нормативное регулирование исламской банковской системы и ее взаимодействие с национальным законодателем. Все это будет обсуждено сегодня в ходе этого семинара. Будут присутствовать участники в банковских учреждениях, научных трубах и представители государственного органа власти. Несколько отличной от ключевой темы саммита станет деловой форум «Экспорт. Новые рынки», который пройдет также во второй половине дня. Организатором, партнером которого стали Центр поддержки экспорта и торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сегодня тему экспорта не стоит игнорировать. В условиях продолжающихся международных ограничений необходимо развивать и развивать именно тему экспорта на различные рынки. Исламские страны могут стать реальной точкой, где экспорт Республики Тарстана и Российской Федерации может найти свое применение. Последней, наиболее интересной для знакомства площадкой, станет круглый стол Арабские финансовые институты, партнерства по российским проектам, которые организовали представители информационного агентства и Тартас. Участниками круглого стола станут представители инвесторов, бизнесменов, государственных органов власти и научных кругов. Главный вопрос, какие проекты вызывают интерес у фондов Ближневосточного региона. Стоит отметить, что этот вопрос задают не только страны Ближнего Востока, но и все инвесторы, которые находятся как внутри России, так и за ее рубежом. Многие говорят о том, что не хватает денежных средств в текущей ситуации экономики России и коммерческим структурам. Но инвесторы говорят обратно и говорят, что деньги есть, нет реальных проектов, которые будут в первую очередь окупать инвестиции, в вторую очередь создавать какую-то реальную стоимость. Соответственно, будут обсуждены не только требования инвесторов, но и форматы различного сотрудничества, какие могут быть применимы, в том числе и в области исламских финансов, так и в традиционной банковской финансовой системе. Для студенческого телевидения Казанского федерального университета согласятся ответить на вопросы Ирины Зотовны-Ерыгин, доктор экономической наук, профессор ГИМО, профессор финансового университета правительства Российской Федерации, а также член рабочей группы Совета Федерации по вопросам долевого финансирования. Ирина Зотовна, добрый день. Слушая спикеров, вчера и сегодня складывается неоднозначное мнение о том, что перспективы исламского банкинга все равно недостаточно ясны. Одни говорят о том, что эта отрасль является высокорастущей, мы видим стабильные темпы прироста исламского финансирования в разных странах. Другие говорят о том, что такие точки преткновения, как законодательство, либо нормативно правового регулирования создают помехи для развития исламского банкинга в России. То есть хотелось бы задать вопрос о том, какие, на ваш взгляд, временные горизонты достижения стабильных, качественных результатов исламских финансов в России? Спасибо вам большое за интерес, за этот вопрос, за прекрасные события, очень важные, которые сегодня проходят в Казани. Оно значимо не только для Российской Федерации, но вообще для всех стран, не только исламского мира. Потому что речь идет о развитии международных финансовых отношений, использование инструментов, которые пока у нас в России не очень широко используются. Но в Древней Руси долевое финансирование было основным с точки зрения взаимодействия кредитора и заемщика. Могу сказать, что в рамках действующего законодательства использовать инструменты долевого финансирования возможно. На уровне малого среднего предпринимательства. И это также важно и нужно сейчас для России. Но если мы будем говорить о крупных инвестиционных проектах, о возможности сотрудничества с исламскими инвестиционными банками, в рамках реализации крупных проектов, конечно, нужно непременно работать в целях достижения консенсуса и внедрения в Российскую Федерацию. И с нашей точки зрения совершенно необходимо внедрения инструментов долевого финансирования на базе новых законодательных норм, обеспечивающих возможность использования инвестиционного кредитования беспроцентного финансирования Российской Федерации, как я уже отметила, в рамках крупных проектов. Насколько мне известно, этим вопросом вы занимаетесь уже достаточно долгое время. Какие результаты видны? Есть ли приток реальных инвестиций в экономику России и реклубить Татарстан именно со страны исламского мира? Вы совершенно правильно отметили, что этим вопросом мы занимаемся давно. Десять лет назад в финансовом университете про правительство Российской Федерации была создана межведомственная группа, в состав которой вошли представители и мусульманских группов, Советы Муфтиев Российской Федерации, эксперты в области исламского финансирования, беспроцентного финансирования. И работа как раз была посвящена исследованию вопросов мирового опыта, возможности использования в России основных принципов, обеспечивающие развитие экономики на базе беспроцентного финансирования. Если переходить от темы исламского банкинга к теме общего взаимодействия России и страны исламского мира, какие сферы, какие отрасли могут стать драйверами роста взаимоотношений между Россией и исламским миром? Прежде всего, если говорить о крупных инвестиционных проектах, это, конечно, инфраструктура, развитие инфраструктуры, строительство дорог, подоснабжение, сельскохозяйственный сектор, развитие сельскохозяйства, строительство предприятий, обеспечивающих развитие отрасли машиностроения, нефтяной, химической конечности. Но это все крупные проекты, которые, конечно, при условии внедрения долевого финансирования на базе новых законодательных инициатив, дадут свои положительные результаты. А если говорить об объеме рынка, каков он в Республике Татарстан и в целом в России, то есть в перспективе? В перспективе дело в том, что можно отметить, что инструменты долевого финансирования могут быть использованы не только представителями мусульманской диаспоры, это инструменты для всех. Поэтому, если в скором времени, мы надеемся, наши законодательные инициативы обойдут уже реальную возможность их применения в российской практике, то практически никаких ограничений, кроме интереса сторон и возможности объема финансирования, на самом деле нет. Ограничения в основном связаны с экономическими нормативами, которые использует центральный банк в банках регулирования деятельности. А основной принцип, о котором мы сейчас размышляем, будет заключаться в том, что такая концепция есть, что это не банки, а это специализированные финансовые институты, которые финансируют на принципах долевого участия и которые сотрудничают, в том числе с банками, но полностью отвечают тем нормам и правилам, которые, собственно, в рамках шариатского контроля существуют и применяются во всем мире. Потому что если мы не будем следовать этим общим правилам и нормам, если у нас не будет гармонизации в этой сфере, то, конечно, широкое распространение использования этого инструмента Российской Федерации не разрушено. Спасибо. И последний вопрос. Здесь на форуме во многом говорим о том, чтобы привлекать исламские финансы в Россию, в Республику Татарстан. Но если говорить об обратной стороне, то есть каков экспортный потенциал Республики и России в странах исламского мира, то есть какие, опять-таки, это отрасли, может быть, это торговая сфера, может быть, промышленная, Россия может найти в странах исламского мира? Если говорить о чем, то, как мы уже отмечали, это вопрос интереса сторон. Конечно, это торговля, развитие экономического сотрудничества в различных институтах, социальная сфера, образование, культура, возможности бесконечны, быть по интересам. Спасибо за такое позитивное мнение. Напомню, что сейчас мы разговаривали с Ириной Зотовной-Ярыгиной, доктором экономической науки, профессором финансового университета при правительстве и членом рабочей группы Совета Федерации по долевому финансированию. Отдельным событием Международного экономического института стал Второй Казанский форум молодых предпринимателей страны, из участников которого стали более 40 представителей стран исламского мира и представителей бизнес-сообщества из регионов России. Ключевым драйвером роста сейчас является молодежь, в развитии которой исламские страны совместно с Российской Федерацией вкладывают основные инвестиции как в будущее своих стран. Программа Второго Казанского форума молодых предпринимателей страны есть направлена как раз таки на выявление и поддержку наиболее интересных проектов участников и формирование бизнес-контактов между Россией и странами исламского мира. Лучшие 15 стартап-проектов молодых предпринимателей будут представлены сегодня инвесторам в рамках инвест-сессии IT-стартап-экспо. Организатором и учредителем форума стал молодежный форум организации исламского сотрудничества и правительства Республики Татарстан, а также Академия молодежной дипломатии, с представителями которой мы сейчас и пообщались. Добрый день. Здравствуйте. Молодежи как социальной группе в последнее время уделяется огромное внимание. Многие называют ее драйвером экономического роста. Той группой, которая будет драйвером отношений между Россией и исламским миром, на ваш взгляд может ли молодежь стать действительно тем потенциалом, который страны могут развивать между собой? Я думаю, что он уже стал и, например, это мы показать сами, кто уже сегодня в рамках крупного международного события у нас целых две площадки посвященные молодежи. Это площадка молодых предпринимателей страны, организация стандартного сотрудничества, а также конференция молодых дипломатов страны и ИСМИ. Сегодня даже в своем обращении дипломаты мы поняли, что именно молодежное сотрудничество это важная основа и фундамент для дальнейшего совместного взаимодействия. Теперь перейдем к теме второго казанского форума молодых предпринимателей страны и ИСМИ. Какое главное назначение форума? Самая главная задача это в первую очередь найти совместные инициативы стартапы в IT-сфере и чтобы здесь на площадке Казан-саммита молодые разработчики и руководители стартапов смогли найти себе партнерам и инвесторам. Пять дней шла работа над подготовкой непосредственных инвест-сессий. Сегодня пройдет только инвест-сессия с участием президента, где 15 лучших проектов смогут представить свои идеи президенту и инвестору. Насколько тесны связи между странами именно в контексте молодежного предпринимательства? Я думаю, что можно сказать, что очень много общего. Мы в том числе уже успели с нашими партнерами провести ряд мероприятий и год назад. Из-за новизора конечно общий менталитет и религиозный фактор и особенность что-то остальные, где остальные другие религии. Конечно, это помогает развивать отношения между странами. А молодежи найти общие контакты и общий язык. Несмотря на то, что говорим по сути на разных языках, но общий менталитет и общее желание развиваться и стремиться к лучшему есть. Насколько я понял, основные проекты направлены именно на IT и инновации. Почему именно эта сфера? Эта сфера была выбрана ввиду того, что большее внимание уделяется этому направлению. Но плюс ко всему данные проекты можно будет затем уже и в онлайн-режиме развивать, несмотря на географическую удаленность стран. Вот тема инновационно-молодежного предпринимательства. Если рассматривать эту проблему в целом, то какие сложности могут возникать как на уровне взаимодействия с государством, с инвесторами либо между проектами? Я думаю, что сложности могут быть в рамках разного законодательства и уже непосредственно той базы, которая есть в странах. Понятно, что ряд стран в IT-сфере уже прошли далеко вперед, где-то только находится или, допустим, интернет становится доступным для населения. В этом плане, конечно, Россия хороший пример в плане развития IT-технологий, инноваций. Может быть, в какой-то степени наша впереди, но в то же время это и хорошая возможность для наших иностранных партнеров в плане изучения того, к чему они могут стремиться и какие новые мысли и проекты могут быть участвовать для себя и уже внедрить в своих странах. Форум проходит второй раз. Как изменилась структура участников и тему проектов, которые они представляли? Первый форум был больше направлен именно на социальные проекты, то есть сфера образования, науки затрагивалась. Сейчас именно сфера более узкая, непосредственно направлена на IT. Первый раз был отбор немножечко другой, сейчас отбор начался уже еще зимой и велась большая информационная компания в странах поиск в том числе. Ряд участников приехали во второй раз и приятно, что только они услышали о том, что мы будем проводить это мероприятие еще раз, они сразу же отозвались и даже те, кто не является стартапами, руководителями стартапов, они большое внимание стали уделять этому сектору именно с целью того, что она черпует новые контакты и приехать сюда в тот ассоциации. С точки зрения внедрения результатов этой интеллектуальной деятельности, я так понял, отбирают 15 проектов и будут представлять перед частными инвесторами. В том числе партнерную площадку приступает Акварсбанк, который в том числе выделит большое внимание тем проектам, которые вызывают больше интереса.